Любая эпоха, она начинается с войны календарной. Да, мы говорим о 20-х годах, тем не менее, мы говорим даже не о революции, а вернее, как когда-то сказал Анна Ахматова, начинался не календарный за этот век, он начинался, на самом деле, в 14-м году, 30-й год, год начала первой войны, когда были впервые применены оружие на поражение, и когда стало понятно, что представление о человеке, который находится в центре мира, ведущий от Ренессанса и продолжающейся в эпоху Просвещения, где это не просто человек, а человек еще разумный, человек персональный, очень сильно протокнулась, потому что и жизнь отдельного этого субъекта, даже субъекта, который относится к какому-то перегреванному классу, но если он оказывается в окопе, если он оказывается под воздействием этого газа, который всех парализует, тут совершенно не важно. его личность, она ставится под сомнение, и этот процесс запускает колоссальное переосмысление того, что вообще, что такое человек, как он всегда мыслит. Мы попробуем остановиться на двух аспектах, на гендере и на сексуальности, какое где-то с 14-го года до примерно 29-го, когда происходит воздействие перелома, и сталинской контрреволюцией начинается, и все эксперименты замораживаются, но попробуем посмотреть, как это происходило. Смотрите, начнем с уровня политического, да, то есть что происходит. Есть посыл, что старый мир рухнул, начался новый мир, и, следовательно, новому миру нужен новый человек. Это на самых разных уровнях, вплоть до того, что, например, концепция ребенка отвергается, ребенок отвергается как изначально маленький взрослый, который носит в себе идею процесса борьбы и так далее, об этом, может быть, будет отдельно сомкнуть об этом чуть позже. Но смотрите, да, чтобы начать радикальное пересоздание общества, необходимо включить тех, кто был до этого включен. И в том числе, речь идет о роли женщины. И что происходит? То, что потом в советское время стало обыденностью, и то, что сейчас для нас является частью какого-то водового лексикона, там, детский сад и паприка кухни, как явление появляется за 23 года. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы разгрузить женщину от ее традиционных домашних водовых нагрузок. То есть, женщина, то, что называется хранить, когда отсекает. То есть, дети, которые отдаются в детский сад, то есть, большая часть времени освобождается для того, чтобы женщина и работала, участвовала в трудовой деятельности и в общественной деятельности. Паприки кухни делаются для того, чтобы опять же снять с женщины нагрузку по готовке. Там нужно открывать многочисленные и практичные. То есть, это делается для того, чтобы снять эту функцию, стирку и так далее. А если обращаясь к искусству, а искусство, которое максимально близко к человеку, это, естественно, архитектура. Так вот, радикальные проекты архитектуры, которые тогда делаются, это так называемые дома-каноны. И в самых-самых крайних проектах дома-канонах есть, вообще, есть помещения, в которых специальные люди, работают с детьми. То есть, опять же, даже вернувшись из детского сада ребёнок, не отдаётся под надзором биологических родителей, а отдаётся специальному людям. То есть, эта нагрузка женщины снимается. Таким образом, всё, что за ней закреплено, за её поведением, как, собственно, за женщиной, снимается. И здесь вот этот гендерный маркер – женщина, как мать женщина, как человек, который готовит, убирает и так далее, и так далее, политическим вот этим процессом, проектом, а в этих проектах как раз реализуются мысли многих-многих теоретиков, там ход Троцкого и дальше, о том, что действительно нужен новый человек и новое общество. Таким образом, вот это один из верхних уровней, на котором происходит вот такая тирания гендерно маркированных деталей, то, что закреплено за женщиной. Дальше, если мы посмотрим на самые разные уровни культуры, мы увидим, что в них происходят очень схожие процессы. Мир Квольт предлагает своим студийцам… Вообще, Мир Квольт, значит, какая? Он хочет сделать из актёра марионетку. И, то есть, чтобы любой актёр, опять же, без развлечений мужчины или женщины, выполнал любую функцию. Понят? 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 Ему совершенно неважно, опять же, мужчина или женщина. И он даёт абсолютно одни и те задачи актёрам и актёрам. И если мы посмотрим костюмы, например, Поповой к великодушному эргоносцу… Великодушный эргоносц, с одной стороны, это пьеса, которая рассказывается про ревность человека, который ревнует беспочвенно. То есть, сюжетно пьеса как бы построена на вот этих гендерных историях. Но костюмы Поповой, опять же, подчёркивается, абсолютно нейтрально. Это униформа. Это нейтральная униформа. Она характерна и для мужчин, и для женщин. И здесь вообще нет какого-то принципиального различия. То есть, конечно, он в таких постановках использует женский ампуа, там, в ревизоре это будет. Но тогда общая установка его в биомеханики, что актёр и актриса, для него неважно кто это, это просто функционал, это просто марионетка. На неё могут быть какие-то отличительные черты, но в сущности она делает то же самое. Для того, чтобы посмотреть биологически, да, принадлежности по мужчинам или гренщинам. То есть, здесь происходит просто тирание, разнование устоявшихся прежде гендерных границ. Феминизация, собственно говоря, у мужчин, начала происходить тоже ещё до революции. То есть, если мы вспомним образы, там, Александр Блок или Александр Жверкинский, или там, Нижинский, или там, Покин, Балет Мишантор. Это подчёркнули такие вот женщино-андрогенные образы. Этот процесс был допущен, был, допустим, в элитарной среде, или, допустим, ещё в 10-е, даже ещё в 200-е годы. На УДЖ 10-20-х мы видим обратный процесс, некая мышкуленизация или, по крайней мере, затирание того, что до этого было закреплено за женскими гендерными ролями. Дальше. Починники того же не входят, который он только-только делал по телефону, только-только делал такой радикальный лисерский театр, где актёрная ветка, его ученики делают упор на то, что мы бы сейчас модернизировали, назвали социальным театром. Такими говорят, что им не нужен профессиональный актёр, и тут начинаются вот эти огромные массовые постановки массовых средств. Самое известное это Взятие Димнева, Тимфония Освобождённого Труда и так далее, и так далее. То, что ставили Николай Ивлеинов, Юлия, Иврианников, Адель Катровский и другие люди. И здесь, собственно, опять-таки, представьте себе, двадцатой кофе, десятипичный топ. И, в общем, в этом мире себе вы просто не разбираете, опять-же, кто там в этой куче, да, мужчины или женщины. Опять-же, вот эта гендерная принадлежность тех, кто там находится, она несущественна. Это всё части вот этой огромной, огромной лавины, огромной массы, да. И в этих, в этих же проекциях социального театра происходят два момента. Концеркции «Хоробой декламации» родились в недрах с 1910-х годов, когда Вячеслав Плавнов хотел возраздать античный театр, античную трагедию. Античная трагедия раздается из хора. И те его ученики, которые хотели античную трагедию возраздать, и начали заниматься страной формации, они сначала мыслили это именно как часть вот этого обрядового хора, да, в античности хор – это и символ. И театральный хор, то есть чисто функциональный, и хор ревизионный, и хор в смысле представитель полиста. И они хотели это все сохранить. Но после революции, единственным образом, эта концепция секуляризируется. То есть вот все, что было связано с концепциями, трагедия античная, и не шанс, и не хит, и человеком, но это все удастся, потому что это все, ну, сейчас мне нужно. Остается идея коллективизма. Хор раздает коллективность. И в этом хоре, опять же, да, если мы посмотрим самые простейшие, то есть были, конечно, очень эстетские партитуры, которые разбивались на мужские и женские парни. Очень много концепций, очень много партитур для хоровой фразы, которые просто превращаются в некое слитое произнесение. Обычно в политехническом музее, где проходили вечера в Москве, очень часто вот Павло Яковский, и там он считал свой левый марш, и обычно, когда он выходил до Лефрена, видел, посмотри, там, вот он начинал, кто там шагает вправо, и видел, посмотри, левый, 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 да, и это все было так сокрушительно, и это, опять же, был некий гул, где, собственно, в этом коллективном гуле тоже стирает и убирает вот эти гендерные различия. В этих студиях, студиях, связанных с народным, да, вот этим неграмматическим тягом массовых шествий, очень часто практиковали такие постановки, в которых очень большую роль играли различные матчи, да, то есть давайте сейчас поднимательным. Огромное, огромное количество таких вот эстремистральных фразов, где вы опять же видите студийцев каких-нибудь постановок, или там, не знаю, какие-нибудь парады, где тоже марш, маршообразное движение, и это опять же тот тип движения, который унифицирует нас, и который снимает с нас вот эти гендерные различия. когда ты маршируешь, да, ты словно солдат, не важно, да, в данном случае, в данном случае солдат-солдат революции. Причем опять же, в общем, вот концепт, то есть, что женщина должна участвовать и в военных, и в революционных битвах наравне с мужчиной, и здесь, например, красноречивая фигура Ларисы Рейсмер, которая запишена там в оптимистической трагедии, но где еще жена Фёдора Раскольникова, которая ездила одна, возглавляя корабли, отбивая своего мужа от анорхистов, и так далее, и так далее, и чудесный фильм 60-х годов, это запечатлевающий, там только одна революционная роль, все остальные главарезы анорхисты. Вот, и если мы посмотрим, например, на изобразительное искусство, еще до революции, вне отечественного контекста, но тем не менее, это важно для нас, Пикассо, да, рисует своих олененских девиц, это еще кубик, но, опять же, если вы посмотрите на этих девиц, да, то есть обозначенных некоторых гендерных представлений, то есть я отбиваю, просто девицы, негативные канадыцы, дело вверх, я слушал, когда вы смотрят на этих изломанных, нарисованных кубистическими девиц, вы очень с трудом в них различите, собственно, какие-то гендерно маркированные признаки, то есть они там здесь, но они очень сильно замываются по сравнению с теми же импозиционистическими полотнами, где прям отчетливо это есть. Дальше, понятно, наступает вообще беспредметность у Ольги Розановой и у Малевича его супремативные, где вообще ничего нет, но, опять же, в 20-е годы Малевич возвращается к некой фигуративности, но здесь что интересно? Здесь показательно, например, если мы возьмем с вами посмотрим вот цикл крестьяне и если мы посмотрим на крестьяна Малевича, там где будут крестьянки, но что это, собственно, за крестьянки? От крестьян их отличает то, что им на голову повел вот этот вот как бы полоток. Остальное это те самые шары, какие-то прямоугольные формы и так далее. Это, опять же, удивительным образом мы видим ту же изоморсность, ту же стирание гендерных маркеров. То есть, вот то, что потом, конечно, исчезнет из-за проекта потому что, если мы посмотрим на крестьяну, в 20-х годах, там уже вернулся и то, что у меня образа женщины-матери и женщины очень феминизированные и очень подчеркивали какими-то ранее, да, сформировавшимися моделями, да, в том смысле, в привлекательности, а здесь, вот, в случае Малевича, не только, да, в случае Хранга, а в художниках, это именно случай, который показывает нам максимально редуцированный до знака. То есть, этот платочек на голове этой, условно-супрематической женщины, да, он только знак, который позволяет нам отличить. В нем нет ничего конкретизирующего, никакие гендерные роли. А дальше, если мы посмотрим, опять же, вернемся к искусству, связанному с бытом, и посмотрим на то, что, например, делали художницы, связанные с мангажевым искусством в дизайне одежды, то мы увидим, что из одежды последовательно исчезает все, что до этого было связано с какой-то, опять же, гендерной манкеровкой, то есть, все линии, которые подчеркивают изгибы, выступы груди, там, еще какие-то цветочки, там, линии из ретушек, все это стирается, да, вот точно так же, как я говорил, эти Христианки Малевичи, на ней это абсолютно ничего, что она социаловала, потому что, в том числе, ну, не платой, вот с этой одежды, которую мы видим на эскизах, и, собственно, реализованную, да, у там, Попова и Степанова, и так далее, это чисто геометрия, она весена абсолютно всяческой, просто украшения, которые до этого связывались с гендерной манкеровкой того, что считалось женственным, да, то есть, вот удивительным образом мы видим эту изоморвенность, эти единые принципы на уровне от политической концепции, которая запрашивает нас о равном участии мужчин и женщин, и до изобразительного искусства и искусства, связанного с сбытом. Дальше, смотрите, что происходит, опять же, вернемся в 10-е годы, традиция, которая была сформирована в 10-е годы, и в 20-е подхвачивание поддерживание, то есть обратимся опять к звучанию стиха класс. Например, до того, как на сцену вышли поэты в 1900-е годы, читали в основном стихи актера, и они читали это, разыгрывали некую сценку. Они играли в основном всякие характерные роли, и, как правило, какие-нибудь басы изображали мужчин, очень таких вот маскулинно-грутальных актрисы, читали стихи, где героиня выражает особо сентиментальные чувства или особо сказательные. Когда на сцену выходят сначала символисты, потом акнеисты, происходит удивительная история. Вытекает один единственный гипс монотонного чтения, и если мы с вами будем слушать ранние записи, допустим, становится на Александра Блока, а с другой стороны Анны Ахматовой, то для нас разница будет отсутствовать, что у одного тембра все-таки, который аспирируется с маскулинностью, а у него с семейностью, но сам принцип этнизации, мелодики, вот этой вот отчужденности от образа он остается. И на самом деле вот такая современная поэдии Наталья Азарова пишет, что первый тип чтения, которые отчетки, которые как раз в том числе и гендерные различия от отчетки, это что называется адресация. Вот она обращается к нему, вот ее зритель, это мужчина, которого она должна привлечь к себе. и то же самое с актером мужчины, который выступает вроде там рыцаря, борца или еще что-то, то есть это опять же ариентация на слушательницу. Поэты выходят и вот Азарова назвала вот первый тип обращенным, то есть я же обращаюсь к кому-то и читаю и он чувствует, а второй тип нейтральный, стертый. Азарова называет адресацией, то есть просто наоборот. Один адресаций, когда конкретно направленный, другой обращенный, то есть он некоторым образом куда-то направлен, но он не азарова конкретно вот этому слушанию или вот этому или вот этому или вот этому конкретному мужчине он вообще обращен куда-то в пространство. и азарова это русский. До сих пор поэтическое чтение до 2000-х 2050-х годов оно во многом, за исключением тех поэтов, которые связаны с афланговской традицией и так далее, оно во многом существует. я хотел бы, чтобы у нас есть поэты, я хотел бы, чтобы Карина нам показала, как это происходит. Когда под его ногами среди выпитой земли остался лишь передвижной обрывок копирования бумаги, он решил чертить на ней карту собственным телом. Great Escape? Нет. Попромщики настигают каждое утро. Уязвимый. Суд задает вопрос. Куда падают вслед за падением? Повторите маршрут. Сколько раз, возможно, услышать, а потом, чтобы выжить, забыть. Те, кто учили без памяти, узнали. Сколько можно прозрачность собрать его сне? Но он обманул их. На телевозе не различить надрезы чертов. Искажение или подрежность им оставалось неясным, просто ли он лежал или был уже мертв. На правах рекламы. Поэтический текст удивительный супермаркет, редактор насилия. Где здесь некто, кого он прибегал с собой, удерживал в голове, вновь прорезая и доставая, сажут однящих ударов, чертил с собой все дальше. Тело, лежащие на бумаге. Не вес заболит на ногах, но уже кое-что. Представляете, сколько весит некое безусловное множество? Можно запомнить, они крепко стоят на ногах. А вес прозрачной бумажки истончающий. Вот это все. Я забываю. Единственное, что вас отсылает, например, какой-то его гендерной принадлежности, это то, что вас ассоциируется тембрально. Эти тенденции начинаются именно в поэтическом чтении десятых и двадцатых годов. такие, конечно, там были персонажи для Млековского, которые точно были по-другому ориентированы. Важно, когда Млековский читал стихи, выбирал какого-нибудь слушателя и обращал «Вот вы, мужчина, у вас в усах капоста где-то недокуженных, недоебных детей, вот вы, женщина, на вас белила густо, вы смотрите утрисы и драковины вещей». Это тоже сохранилось, да, все-таки снималась как такая именно манира связанная с актером. Ну и Млековский все-таки был подчеркнут как раз мужскую любимую груссалину в отличие от персонажей символистов круга, где это гендерное маркирование снимается. Теперь собственно что касается сексуальности, да, то есть теперь возвращаясь к уровню политической концепции, можно вспомнить тексты Той же Калантай, например, «Любовь в чем трудовых» и подобные тексты, где, в общем, если я огрубляю, можно сделать очень долго, но суть в том, чтобы разгрузить строителей нового общества от лишних забот, нужно выбрать всю рефлексию, связанную с тем, что называется романтика. то есть вот весь ореол, который сексуально отвергнул, прелюдия, какое-то ухаживание, это все считается избыточным, да, и предлагается пресловутая концепция стакана воды, которую, огрубляя, можно обозначить таким образом, что вот два строительного общества, два товарища, они в какой-то момент очищают потребность в сексуальном движении, так же, как они очищают потребность в еде, или к питье, еще в чем-то, они договариваются и дальше они поехали, да, все, это совершенно их разгружается, да, то есть приходит вот эта критика, критика всего, 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 что было связано с нагружением романтическим каким-то оремом. В десятые, двадцатые годы, если до этого считалось, что мужчина это некий ведущий, это инициатор, и он может, во-первых, инициировать отношения, только он может инициировать их сколько хочет, и это общественно по чьей норме это то, что называлось лавеласством, и так далее. А если женщина сбивает себя в одну ногу, и обозначали всякими скверными словами, которые мы не будем сбежать, и это было очень жесткое то, что мужчина не а женщина например убедомная ты ведёшь этот танк, давай управляйся вот то, что если это визуализировать, это выглядит примерно так то, что естественно это начинается как и во многих других сферах это начинается в элитарных кругах то есть известная схема достаточно стиражированная история Лайковский или Бритх и так далее в данном случае инициация как раз не мужчина а женщина или Лильвея Бритх она предлагает открыть их отношения вводить туда то количество людей которые захотят у нее как бы потом у нас появилось искаженное представление об этом потому что все мемористы 60-е годы пытались пребывать в крайних 20-х годах поэтому все мемористы которые любят Бритхов Лилю Бритхов ее мужа и так далее в этой мемористе с расточнениями дружин которые Лилю не любили его звала Грионидович писали про то что это была скверная еврейская парабура которые расслевали великую великую Бритховскую 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 пищу круга но вообще-то был такой исследователь Татуатер он проводил в свое время уникальный эксперимент уже во второй половине до этого века когда были не молоды он записывал с ними устные беседы справедливо думая что человек даже пишущие которые много устно скажут больше чем напишут и скажут то что он не напишет это подтвердилось потом опытом западной антиркологии люди действительно говорят больше чем они могут пить и дальше судователь делает следующий ход он своим собеседникам говорит то что вы скажете сейчас это не интервью это то что будет опубликовано через 50 лет представьте себе все эти люди уже шестьдесят и больше они понимают то что они озвучат никто из тех спадает они начинают говорить не то что они без оглядки на текущую цензуру без оглядки на то что скажут а то что начинают и не так давно но во первых сайт история опубликовала это можно поскольку прочитать потом издательство commonplace выпустила 10 потрясающих беседах с Виктором Шковским вторая беседа с Виктором Шковским которая начинается так я уже знал Ларису Рейхнер когда говорила что она одна отбивалась от целого острова анархистов она когда-то сказала любовь это пьеса с короткими актами и длинными антрактами и надо уметь вести ее в антрактах и дальше Шковский рассказываешь что Лариса Рейхнер власть со всем с ним с Маяковским еще с кучей людей и дальше на изумление Виктора Думакина какой у вас был разрат он говорит нет это не было разратом мы тогда считали что мы переосмысляем общество мы делаем некий ну то есть как умер старый театр и на него место пришел театр мак как умерло старое искусство и на него место пришло беспредметное так по их мысли умирает собственно семья и вместо семьи нуклеарной парни открывается возможность полиаморность много таких вот много много разретеленных таких вот сеток то что может быть опять же модернизировано мы могли на сегодняшний манер обозначить как полиамория хотя это все таки именно модернизация потому что я думаю они бы несколько по-другому это все навывали тем не менее да и то есть здесь происходит вот этот уникальный опыт и попытка переосмыслить да то есть представьте себе вот сейчас например мы с Соней танцевали в паре тайных зеленых символизировал то как люди в 20-е года как это было в паре да что в паре он мог быть инициатором имущественной жизни а если мы сейчас попробуем изобразить некий коллективный танец то есть здесь не будет одного центра и здесь не будет двух партнеров то есть если мы сейчас попробуем какой-то такой очень медитативный ритм и некое выстроить взаимодействие где вы подходите к тому кто рядом и просто пытайтесь его вовлечь некий танец где вы вдвоем или втроем или в каком угодно сочетании выстраиваете это взаимодействие и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И ладу пускай, пустите вы мне Ваши ленки, ой, труп плыли, А мной на дно пошел Ваши дружки с войны пришли, Огонь не пришел, Хоть сам не идет весьма смешно, Забыл про меня. Ух ты, порошка-паранья Берии, да что любишь, Иваная, зато люблю и важно, Что по ложкам шурям, Что по ложкам шурям, Что по ложкам шурям, Вароно, что будь тиряло, Ты мне лаза троится, Люблю, уваю, покатся, ПЕСНЯ ПЕСНЯ С одной стороны, мы видели некие, казалось бы, унифицирующие модели в культуре. С другой стороны, мы видели, как через присоединение самых разных слоёв элитарной культуры, через подключение разных национальных традиций, тогда и происходит, там, при самых самых разных этнических артистов, и там тоже происходят выступления, нарушающие личные иерархии. То есть, например, поэт, джазмен, консультант Мюнхольда Валентин Парнах, автор сборника «Нераповидный истукан», говорят, что он поцелит джаз, поцелит. То есть, Рэп Санин двигался очень стёрто, то есть, он был рыжий, у него была очень, вероятно, гадинная манера, и нельзя было опять же понять, кто это, да? Да, но при этом это было предельно чувственно и выживающе, на вот это очень чувственное взаимодействие. Девочки, давайте? Разрешаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 или там Александра Веркинского с этим вот таким тоже неоднозначным явным маскулинным образом Сьерро и так далее и так далее В 20-е годы естественно то есть я говорю в 10-е годы происходит крен в сторону именизации армского образа именно в каких-то культурных слоях это крен вольную сторону там стирается закрепленные за маскулинностью какие-то маркеры поскольку поскольку речь идет о классовой борьбе 20-е годы это доминирование допустим тактистского дискурса ассирольский говорит о том что нужна мировая революция то есть это война это милитариство война милитариум это то что закреплено все таки за исторически за тем что маскулинизировано никто из теоретиков не пощелкивало что это связано с маскулинзмом просто в силу исторической памяти то есть здесь важно что нужен борьбе и и в этом борьбе было оно было обоюзно и очень много то есть вот впервые впервые пропадают эти и юридические и медицинские прикидывания ЛГБТ и в тех же салонах в тех же там левых художников очень много таких феминизированных персонажей и там не знаю огромное количество историй о том как например Александр Веденский или Занил Хармс ходили по улицам с напудами милициями с мушками с приклеенными то есть это опять же какое-то эмилизирование но это мы видим опять же в некоторых элитарных колоннах это не связано с какой-то массовой установкой то, о чем я говорил в 20-е годы это именно установка на трансформацию общества через мировую революцию это то, что делается через войну война исторически мускулизм поэтому все тайские памяти это часть соцсвещенной сексуальности я показал что женщина становится субъект она становится не так не так вообще не только отношения сдаются массой этих отношений сколько их какое количество связей в этом плане происходит вздвиг это гендерные роли которые не были да сексуальность в этом отношении стирается а как ты думаешь они приходили из некорролитарных кругов в обычных людей а это очень сложно потому что кругицы относятся с искусством скульптура это все документировано то есть есть тексты есть воспоминания есть проведение искусства а чем ниже по социальной лестнице а 20-е годы это преодоление грамотности ну то есть мы просто многое не знаем много чем оно приходит но это не документировано поскольку какие документы мы не можем об этом судить это вопрос к антропологам которые изучают эти которые мы можем через репрезентацию тогда разве считали элитарным подобное фемильное украшательство ассоциировалось с буржуазным образом жизни то есть если брать например там какие-то бедные рабочие слои населения то там уже в целом на украшательство особо не хватало времени то есть рабочая на заводе девушка она как бы и до революции выглядела довольно таки андрогинно мне кажется вот и это тенденция поддерживалась а крестьянки украшались а крестьянки это мелкие буржуа платья росписи всех народные роспись а это не про не пролетариат а революция это была пролетарская да ну а если она там весь день в поле трудится за коровой сидит ей тоже не особо ну как бы в платье она просто будет в грязи в наводе эффект может по праздникам она одевает но если она здесь в поле работает то какие там праздники украшает Там сохранились черно-белые негативы, там были разные цвета, оттенки, и так, и стрелка была разная. То же самое с фотографией. Поэтому у нас дефектная документация. Тогда это осталось. Да, я смотрю. У вас просто, правда, не горский, и так, сразу в случае, когда корректы сохранились. Просто Жаня спросила на тему того, не было ли вот это вот стирание гендера, сделанным по вектору мужскому. Но я считаю, что это не совсем так. Оно было сделано по вектору как бы пролетарскому. То есть были рабочие, там, женщины и мужчины, которые для удобства на работе и для удобства революции. Становились мужчиной. Многие из этих женщин, по которым мы судим об этих процессах, они в том числе ориентируются не только на какие-то там концепции революционные, это происходило еще именно НЭПа, а НЭПа – это еще один из периодов заработничества. Они смотрели приводимое европейское и американское кино, они читали журналы, да, Лили Брид попросил Маяковского, «Володечка, приведи мне фо-фо-одик» и так далее. То есть вот такая одежда, она для них была еще… Одежда. Ну, ну, нет, нет, ну, вот это тоже был элемент. То есть для Лили это слово не только интересное переченье, только такое аксессуар. То есть это на том деле вот такое оба западные успешные женщины, да, как она… Ведь мало происходений в пустыне, в стиле и птичках. Вам привез? А, 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 конечно, Лили Юрьевна была первой в советской России обладательной сети, вообще первой человеком, «Володечка, приведи мне фо-фо-одик». То есть процесс такой своего рода унификации, да, то есть стирания. Да. Как ты сам к этому относишься? Нет, ну, я вот в каждом случае сейчас… Ты стоишь. Ты стоишь. Ты стоишь, она не нравится, да? Но тем не менее… Что у меня дать вам? Как я человек, который занимает такую левую поютку, что он знает, то есть все эти мендерные роли, которые и аккортизм, которые, они, ну, любая, как любая, и аккортизм, они задуманы как на каком-то этапе механизм адаптации. Адаптации желают в общество и так далее. Но механизм адаптации не является только какой-то прогрессу приемлем. То есть представьте себе как панцирь у черепахи. Черепаха начинает образцать панцирем, сначала он ее защищает, панцирем. Потом в какой-то момент, при самом деле черепаха, там какой-нибудь временной, потому что разные роды, которые в процессе… Да, у них общий принцесс. Они сначала этой защитной аполотика процесс, потом она отстеневает, она перестает расти, а организм этого существа он расти продолжает. И этот адаптация, который его защищал, он начинает это существо давить. Я бы это использовал как метафор у того, что происходит с разными гендерными социальными, в том числе и гендерными. То есть на каком встречате вот эти гендерные грязи погубы были нужны, но к моменту, который я описываю, как мне кажется, они были уже тем самым панцирем, который по многим давил. Например, женщина выдала и, допустим, участвовать в общественной жизни и так далее. И вот чтобы этот панцирь, эту давечку, аполотику, снять, было нужно провести вот это радикальное переосмотрение. Это было сделано редко, это было сделано именно, я говорю, радикально, да, то есть это была ломка. Естественно, все ее восстынили одинаково, и не всем она была приятна, но, в общем, это было названием панцирем. Я бы сказал, что это скорее... Это было не естественно. То есть если это существует из броди, вот этот панцирь, он его туда дружит.